Добрый день, компания OMZAP. Сегодня у нас автомобиль в ремонте Kia Sorento 2009 года с мотором D4CB. Сломала свеча накала. Решили поменять, но одна из них сломалась, конкретно третьего цилиндра. Вот кусочек от нее. То есть это частая проблема в этих двигателях. Они закисают и начинают обламываться. Обламываются опять же в трех местах. Бывает, как вот здесь, до резьбы. Бывает, после резьбы выкручивается, оставшаяся полость остается. Либо откручивается полностью, но остается кончик сам. Во всех трех вариантах удаляем ее, в принципе, без проблем. Ну, первое, что делаем, удаляем стальной стержень, который там остался. Сжимаем елибису. Вот он у нас. Так, удалили стержень. Дальше просверливаем пятерочкой сверлом до конца. Почему пятерочка? Потому что в дальнейшем будет метчик на шесть. Нарежем резьбу. То есть сначала высверлим резьбовую часть свечи накала, не повредив головку. Вот. Прогоним резьбу. Это будет примерно глубина санциметра два. Резьбовая часть. Дальше, почему пятерочкой изначально берем? Чтобы шестым метчиком, номер шесть, нарезать резьбу, крутить туда специальную приблуду и обратным молотком достанем оставшуюся полость. Добрый день. С вами компания ОМЗАП. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Пятерочкой засверлились до конца. Дальше идет шестерка, семерка, восьмерка. Последняя 8,7. На глубину порядка двух сантиметров. Дальше прогоняем резьбу. Идем дальше. Это резьба. Отсвечена кралом. Также, когда прогоняем резьбу, часть резьбы свечи накала цепляется за метчик и сама выкручивается. Ну, то есть вместе с метчиком. Можно даже отверткой или вот такой вот приблудой выкрутить. Кусочек. Сейчас еще раз прогоняем. Дальше нарезаем резьбу шестеркой. И дальше покажу. Резьбовую часть высверлили. Прогнали. Дальше будем нарезать резьбу шестерочкой. Ладно, у нас свеча накала. Внутри. Дальше берем метчик-шестерку и нарезаем резьбу. Ну, в принципе, и вот она. Вытащили оставшуюся часть. В принципе, все готово. Берем новую свечку, смазываем медленным спреем и закручиваем обратно. Все. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok